Христос воскресе из мертвых, своей ее смертью уничтожил смерть людей, и сущим в гробах живот дорогах. День просветимся, как наполнимся радостью, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к жизни с земли на небо Христос Бог возвел нас, поющих победную песню. Итак, очистим чувства и увидим Христа, сияющего светом воскресения, и воспевая победную песню, услышим ясно от Него. Радуйтесь. Небеса, как ангелы, небеса оба достойно довеселятся, земля показыван, как люди, земля же дорадуется, допразднует же весь мир, как вселенная, видимый, весь и невидимый, весь и невидимый, Христос поста, веселье вечное. Но здесь, как ангелы, небеса оба достойно довеселятся, земля показывает, как люди, земля же дорадуется, допразднует же весь мир, как вселенная, видимый, весь и невидимый, весь и невидимый, Христос поста, веселье вечное. Придите, примем новое учение, не от камня мертвого взятое, но от источника живого воскресшего Христа. Вариант еще один, Ирмос, третья песня про пиво новое, всем известная. Мы на семинаре говорили о том, что мы бы предложили это как пиво заменить новое учение, питье заменить учение. Есть вариант, именно вспомнить Ветхий Завет, собственно, Ирмос этот взят оттуда, и вспомнить про Моисея и питье, слово здесь оставить. Я перевожу дословно на ваш выбор. Итак, это придите, пиво пьем новое. Давайте будем пить новое питье не из скалы, из которой Моисей чудесно добыл воду, но будем пить из источника бессмертия, который забил после того, как Христос, словно дождь, ну можно, словно дождь, сошел в гробницу. В Христе наша сила. Ныне же все наполнились света, небо, земля, непреисподняя, и празднует вся тварь восстание Христа, на котором все утверждены. Вчера спогребовался, вспоминал смерть и погребение Твое. Сегодня радуюсь Твоему воскресенью. Вчера вспоминал распятие Твое. Сам меня прославил, спасите в царстве Твое. Иначе проживаю. Песня третья, второй тропарь. Вчера спогребовался Тебе. Мы будем пересказывать, как вчера. Вчера вспоминал Твое погребение Христе. Совостою днесь. Радуюсь Твоему воскресенью. С распинался Тебе вчера. Вчера я страдал, вспоминая Твое распятие. Сам меня прославил, спаситель во царстве Твоем. Предваривши утро. Рано утром пришли женщины и увидели камень отвален от гроба и слышавши ангела говорящего. Почему вечного Бога ищите рядом с мертвыми людьми? Видите пустые гробные пелены? Бегите и людям проповедуйте, что восстал Господь, уничтоживая смерть, потому что Он есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Итак, на Божественной страже во время молитвы богоглаголевый Аввакум, как ангел, станет вместе с нами, воспевая песнь, днесь спасение миру, потому что в воскресе всесильный Христос. Четвертая песнь Ирмос про Аввакума, пророка. Приложу немножечко другой перевод, потому что мы говорили о том, что на Божественной страже это во время молитвы, но более точно будет это ожидавший Бога, ожидавший явление Бога, пророк Аввакум. Итак, пророк Божий Аввакум, ожидавший явления Божьего, станет вместе с нами и покажет нам блистающего светом ангела, громко говорящего, «Сегодня спасение миру, народу я показываю, ибо потому что воскрес Христос, как всемогущий». Христос, родившийся от Девы, как человек, отдал Себя ради людей, чист, безгрешен наш Освободитель, или же наша Пасха. Он есть Бог истинный, совершенный. Христос добровольно принял смерть, чтобы своим воскресеньем даровать жизнь вечную людям. Это мы говорили насчет… Христос, якой явненок, принес себя в жертву. Выключаем. Перед Ковчегом Ковчегом Завета о своих победах, так и мы радуемся, зная, что Христос воскрес. Рано утром, не грустя, а вознося радостную песнь Владыки Христа, увидим правды Солнца, всем жизнь посияющая. Безмерно твоя глава утробия, пересказываем, адаптируем. Мужчимые аду, возрадовались возможности освобождения и устремились по Христу славен Его. Так, адаптированный перевод, приступим к священоснии. Приступим к священоснии. Будем готовы встретить Христа воскресшего из гроба и вместе с ангелами праздновать Пасха Божия Спасительная. Нормально? Что это значит? Смешил Еси преисподнее земли и сокрушил силу ада, освободил людей, находящихся там, Христос на третий день своим воскресением от гроба. Итак, это толкование насохранит целое знамение везде. Христос родился, не нарушив детство Марии, также и Христос воскрес, не нарушив печати гроба и отверз нам двери райские. Спаситель мой добровольно принес себя в жертву отцу и воскресив весь род человеческий, начиная с Адама. Ты, бессмертный, сошел во гроб и Адову разрушил силу и воскрес в Христе Божии, победитель. Рано утром женщины пошли помазать миру тело Христова, который воскресил Адама, лежащего во гроба. Идем и мы, как раньше волхвы поклонялись, я бы сказала, младенцу Христу и принесли дары, так же и мы ныне принесем миру и скажем о владыка восстании, падшем даруем воскресенье. Да воскреснет Бог и растащатся в разе Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, так и исчезнет. Как тает воск пред лицем огня. Так, это все. Когда выкинут грешницы, не будет у грешников после Бога, а рам бедники будет весельца. И Христос воскреснет. Итак, это про отроки от пищи из Бабелии. Адаптированный текст. Ранее Бог спас отроков от огня смерти. Он стал человеком, пострадал, умер и воскрес, даровав бессмертием. Это единый Бог. Он стал человеком, пострадал, умер и воскрес, даровав бессмертием. Это единый Бог. Пока так. Итак, празднуем победу над смертью, адово разрушение, новой жизни, вечной начала и весело поем Ему. Единого Бога прославляем. Радуйся, Ему Бог. Исходи. Истинно, эта ночь стащенная, торжественная и спасительная предвозвестила нам воскресение Христа. Главный день с праздником. Себе и на себя. Есть. Этот ожидаемый и святый день есть главным праздником. И мы будем благословлять Христа вовеки. Поехали. Этот преславный день воскресения. Придите, приобщимся новой жизни, божественного веселья, царства Христова, воспевая Бога вовеки. Хорошо? Так, это текст «Возведи очи твоей Сион». Посмотрите, вокруг сошлось много людей, благословляя тебя. Христа вовеки. Пойдите, приоритетесь, заберите новых людей. Итак, песня девятая, «Ирмос», «Святиси, святиси, Новый Иерусалиме». Новый Иерусалим, в принципе, подразумевается как новая церковь, церковь Христова, но можно и дословно. Сион – это народ Божий, но можно тоже дословно говорить. Кому как угодно я сейчас попробую с адаптированным переводом. Итак, «Святиси, святиси, Новый Иерусалиме». Ну, давайте, наверное, «Святиси, святиси, Новый Иерусалиме». Ибо слава Господня воссияла над тобою. Торжествуй ныне и веселись, Сион, народ Божий. Ты же чистая Богородица, радуйся о воскресении Сына, рожденного тобою. Дальше запев «Христос, Новая Пасха, Жертва Живая, Агнец Божий, Взявший Грехи Мира». Вот если дословно более меня. Итак, песня девятая. После запева у нас идет «Тропарь». «О Божественное, любезное и присладостное Твое Слово». Наверное, приятное Твое Слово, Христе. Ты не ложно обещался. Обещался с нами быть до кончины века. «Имеем это обещание, наверное, опорою, надеждой мы верные радуемся». Дальше запев «Мария Магдалина, придячи ко гробу». Магдалина Мария. Магдалина Мария, придячи ко гробу, и Христа увидела и подумала, что это вертоградарь. И начала спрашивать его. Наверное, так. «Тропарь» дальше. «О Пасха, Велие, Священнейшее Христе, о Мудрости, о Слове Божьей, о Силах». Это все про Христа. «Подавай нам истии тебе причащайтесь». Это значит, что совершенно с тобой соединятся. «Истии тебе причащайтесь». «В невечернем дне». Это про вечный. «В вечном жизни царствия твоего». Итак, запев «Ангел Вапияше». Ангел Вапияше сказал «Благодатней, чистая дева, радуйся, Ипаки, реку, радуйся, твой сын воскрес на третий день после лежания во гробе. «И мертвый воздвинул и мертвых людей». «Воздвинул» я бы показала, как вытянул и воздвигнул и воскресил. Можно просто «И мертвых воздвигнул, люди торжествуйте». Праздник, радуйтесь, праздник, веселитесь. Так, сложный момент. Плоти, уснув, это светилен. Не очень хочется действительно показывать, что Христос заснул. Ну, то есть, иначе это, ну, это может быть не совсем правильно понято. Поэтому предлагаю просто плоти, уснув, яко мертв, показать, что плоти, убыв мертв, без спать. Вот. Ну, нужно смотреть, может быть, у кого-то глаза закрыты, вот, ассоциируется с тем, что глаза закрыл, умер. Можно и так. Ну, попробуем без спания, вот, просто. Плоти, уснув, яко мертв. Мертв был царь и господь воскрес в третий день, воскресив истление Адама и воскресив истление Адама истление. Здесь либо же такое тление, либо же пустоту, либо же ад, показывайте, кому что. И уничтожил смерть. Пасха бессмертная, без перейти. Пасха бессмертия, мира, спасение. Моя приложение такое. Продолжение следует... Продолжение следует...